Житель Крыма Иван Попов собирается установить необычный рекорд. Мужчина будет сутки гулять по Дворцовой площади с гирями в руках, общий вес которых 48 килограммов. Стартовал этот марафон силой и выносливости в полдень. Завершится испытание спустя 24 часа. Поддержать атлета решили многочисленные жители города и гости северной столицы. Среди них был и наш специальный корреспондент Александр Мартынов. Давай, Иван, вперед! Такая поддержка прохожих для Ивана Попова, словно второе дыхание. А понадобится и третье, и четвертое, и, возможно, десятое. Ведь впереди многочасовая богатырская прогулка. В руках у почти двухметрового детины 48 килограммов железа. Тяжело, конечно, как из этого. Но к земле не тянет, признается Иван. Мечта совершить променад по Дворцовой площади именно таким образом окрыляет. Ощущения самые замечательные. Погода не подвела, даже наоборот радует. То есть солнце в Петербурге – это редкость. А тут еще так совпало, что как раз тогда, когда нужно. В Петербург из Ялты Иван Попов прибыл специально ко дню защитника Отечества. Цель такого путешествия – уникальный спортивный рекорд. Сама по себе идея зимней прогулки длиной в 24 часа звучит невероятно. Тем более, когда в руках постоянно находится увесистый спортивный инвентарь. Вот уж действительно испытание не только на выносливость, но и на силу духа. В течение суток спортсмен должен передвигаться вокруг главной площади Петербурга. Ее периметр, как посчитал сам атлет, составляет 700 метров. Так, за время этого марафона предстоит преодолеть почти 70 километров. Это новый вид спорта, который называется силовой туризм. Смысл в том, что берешь либо гирю, либо штангу, либо другой какой-то снаряд из тяжелой атлетики и перемещаешь его на длинное расстояние, то есть несколько километров. Мысль о том, что можно гулять с грузом в руках или на плечах, к Ивану пришла год назад. Раньше он много бегал и занимался единоборствами. Продолжить активные тренировки помешала травма. Так в его жизни появилось новое увлечение. С дома была гиря. Я вспомнил, что, ну, точнее не вспомнил, а пришла в голову мысль, почему бы не ходить с ней. То есть сперва ходил с одной гирей, показалось легко, начал сходить с двумя. В активе атлеты из Крыма уже есть одна личная победа. Недавно также с гирями в руках он поднялся на гору Айпетри. 20 километров пешком по серпантину на высоту 1234 метра. После триумфального восхождения у Ивана появились болельщики из разных уголков страны. Собственно, ну, давно за ним слежу. И как только узнал, что он прилетит в Санкт-Петербург, чтобы установить этот спортивный рекорд, решил поддержать его. Ну, набрал 20 килограмм где-то с помощью бутылок полтора литровых. И тоже вот сейчас вот хожу в формате поддержки. В интернете Ивана прозвали «трезвой бородой». Все потому, что он пропагандирует здоровый образ жизни и заражает своим примером молодежь. Правда, на старте этого марш-броска почему-то было больше желающих сделать памятные фото, чем гири потягать. Александр Мартынов, Александр Прохоров, Елена Шелухина. Известие специально для телеканала «78».